13 октября в особняке Горбунова прошла информационная встреча, посвященная бывшим работникам сельского хозяйства. Надо сказать, что сейчас из восьми сельхозпредприятий, которые существовали в нашем районе, не осталось ни одного. Только на базе бывшего совхоза «Заря» организовано общество с ограниченной ответственностью «Славянка» по производству мяса свинины. Следует отметить, что работники были профессионалами своего дела. Хозяйство в те годы давали качественную продукцию – спелые фрукты и овощи, молоко, мясо и зерно. Поэтому Фурмановский район по всем показателям всегда был в тройке лучших. Вспоминая те времена, как мы работали, я не знал, что такое летом выходной. Такого не бывало летом. Ну, там будет по пару дней за лето. Сев кончился, отдохнули пару дней, значит, теперь практически до зимы работаешь. Вот из-за этого люди работали с шести утра до шести вечера и до восьми. Ну, там ненормировано рабочие отношения было такое, хозяйское какое-то, особенно в колхозе. Поскольку колхоз – это коллективная собственность, каждый собственник имеет, значит, свою долю. Вот это сильно накладывало отношения. Люди на свою жизнь зарабатывали сами. Они понимали, что ждать им помощи неоткуда. Он, значит, если что-то навредит, наделает, он, значит, деньги заберет из казны колхоза, из зарплаты других людей. Больше взять деньги неоткуда. Поэтому отношение тогда было к работе совершенно другим, чем сейчас. На территории Фурмановского района действовали пять колхозов. Россия, Коммунар, имени Фрунзе, Путь Ленина, Заветы Ленина. А также три совхоза – Заря, Дуляпинский и Фурмановский. Все эти хозяйства приносили славу нашему району. В них кипела работа, поэтому спрос был высоким. Безусловно, за этим стояли люди – руководители, бригадиры, семеноводы, селекционеры, труженики колхозов и совхозов. Трудно было, но было порядочно, честно и справедливо. Кто-то раз в сельском хозяйстве работали, каждый любил свою работу. Начиная с руководителя, агронома, механизатора, комбайнера, свинарки, доярки. Все уважали свою работу и гордились. Но ведь все-таки то поколение, оно же заработало это все. Ведь если район был передовой, а в передовом районе работать нелегко. Работающие люди любили землю и уважали свое дело. Дружно гордились результатами. Но сейчас с ностальгией, дрожью в голосе и слезами на глазах гости встречи вспоминают о былых временах, когда все поля были засеяны, а на фермах разводилось более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Очень бы хотелось, чтобы это все возродилось, чтобы все засеивались, обрабатывались, чтобы была у всех у наших сельских работников работа, такая работа, как была раньше. Добавим, что для гостей встречи также была составлена выставка бесценных кадров нашего земляка Бориса Брюханова. На его фотографиях лица тружеников, передовиков, работников колхозов и совхозов. Несомненно, все присутствующие получили теплые впечатления от этой встречи. Виктория Семенова, Виталюс Гринкас, телеканал Фурманов ТВ.